Песа Зимой и летом стройная, зеленая была Здравствуйте, дорогие зрители и друзья телеканала «Уллправда.ТВ». Сегодня вы смотрите необычный выпуск «Литературной гостиной», потому что веду его я, Антон Никонов, и гостя, которые сегодня присутствуют в этой программе, я хочу их с удовольствием представить. Это легендарный инстаграм-ансамбль «Взюзю Топ» в составе Павел Половов, Виктория Черкова и самый загадочный герой этого ансамбля – Игорь Роберт Молчаливый Улитин. Поприветствуем их. Ребята, расскажите, пожалуйста, когда вы объединились в ваш уникальный, действительно ни на что не повторимый ансамбль, как вы друг друга нашли, когда это произошло? – Нашли мы друг друга на работе как-то. Нас поселили в один кабинет, и мы от скуки начали играть. Когда это произошло? Осенью, да? В октябре где-то. Где-то в октябре. – То есть вы абсолютно такие молодые еще, только-только находящиеся в поиске своих мыслей, стилей? – Ну, стиль мы уже нашли. Это однозначно. А так мы, да, молодые, вот. – Павел, я правильно понимаю, что вы руководитель вашего ВИА? Как вы искали своих коллег? Именно вы уже сказали, что вы работаете все вместе в одном коллективе. Но, может быть, были какие-то флюиды, или как-то вот все равно, что вы сподвигло к этому составу? – У нас так получилось, что руководителя у нас нет. У нас, мы все начальники, мы все начальники, каждый. Вот я начальник балалайки, и вот второй инструмент, я о нем обязательно расскажу, это самый интересный инструмент. Начальник балалайки. Вика у нас музыкальный начальник, плюс еще оператор, лучший оператор всех времен народов. Вот. Игорь, вот попробуйте спросить его что-то сами, вы многое о нем узнаете. – Я плавно перейду к Игорю, но немножко еще хочу побеседовать с вами, поскольку вы в руках уже с инструментом этого балалайка. Расскажите пару слов о ней, это мастеровой инструмент или производственный, как вот она у вас появилась? – Как балалайка появилась? Мы были в экспедиции, это было еще в студенческие годы, село Большое Шуватова, там был дедушка, старенький, старенький, который послал свою правнучку на чердак за балалайкой, она принесла ему балалайку, но дедушка понял, что уже от старости пальцы стали толстыми, вот как раз примерно с гриф балалайки, и он уже ничего зажать не может. Он так вот сунул мне балалайку и сказал, на, играй ты, а я буду частушки петь. Говорю, я не умею. Говорю, да ладно, как-нибудь научишься. И вот я сидел, пока ребят с ним беседовали, я там пытался поставить куда-нибудь пальцы, чтобы у меня что-то получилось. В конце концов получилось. Получилось. Здорово. Он сказал, что это подгорное, начал и петь, начал петь частушки, и потом сказал, ну что, мне балалайка не нужна, бери себе. Вот так, так что трофейная балалайка. Очень здорово. И с тех пор вы ей не изменяете, и постоянно она с вами. Почему я постоянно изменяю балалайки то с гитарой, то вот с этим инструментом, то с баяном, то с девушкой. Но однако часто, непосредственно в городе, в общественном транспорте, я часто вас вижу именно с ней. То есть она вам особенно дорога, вы не можете с ней расстаться. Я никогда не просил денег в общественном транспорте под балалайку. Никогда. Но однако вы с ней ездите. Ну так бывает. Нет, просто это очень легкий, очень маленький инструмент, его удобно переносить, с ним удобно путешествовать. Вот, например, если взять пианино, с пианино в гости не пойдешь. Даже синтезатор, это проблематично взять под мышку и переть. А с балалайкой можно пойти в любое место. Вот абсолютно в любое, даже в баню. Очень здорово. Виктория, поговорим с вами. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте еще раз. Я так понимаю, вот Павел вас представил как оператора. Какие есть сложности? Технические, а может быть нет сложности? Вообще, как происходит процесс съемок? Расскажите пару слов. Сложностей нет. Надо быть просто внимательным и творчески, и ответственно по всему относиться. Например, заранее взять свет, отбить баланс. Я снимаю на свой телефон, так как у нас такая немножко кустарная немножко атмосфера, что хоп, сел и снял. И поэтому камеру профессиональную мы не берем, а именно снимаем на смартфон. Обязательно отбить баланс, выбрать композицию, чтобы Павел Сергеевич классно выглядел, чтобы это все было конкретно хорошо, не тряслось, и дальше все само собой получается, и можно еще какой-нибудь эффект накинуться, но это редко, потому что в основном оптикой справляемся, и глазами. Мне нравится снимать, потому что, когда отпишешь материалы или передачи, ну мы же пишущие, очень интересно сменить род деятельности, и это расслабляет и учит чему-то новому. Ну это прекрасно. Однако же я знаю, что вы еще не только снимаете, но и помогаете именно вокально сопровождать ваш ансамбль. Что уже сейчас есть в вашем репертуаре, какие произведения, где вы принимаете активную часть? Несколько песен разных жанров есть. Они не длинные, специальные, чтобы и самому не уставать, потому что у нас больше похоже на пупури. И чтобы зрителю тоже было интересно, и плавные переходы, и разные жанры в основном, я, конечно же, люблю блюз, джаз. Ну народное сейчас не пою, потому что немножко не по душе. Ну больше там на мировые вот эти хиты именно 20 века. Об этом мы еще поговорим подробнее. Плавно перехожу к замечательному третьему участнику вашего состава. Игорь и Роберт, расскажите оба, как вы оказались в числе этого замечательного ансамбля. Я знаю, что у вас тоже очень много инструментов, на которых вы играете. Ну, поведайте нам вашу незамысловатую историю. Я должен сказать вам, что в нашем ансамбле есть уникальный музыкант, вот как раз это Роберт Молчаливый. Почему Молчаливый? Потому что это единственный глухонемой музыкант с абсолютным слухом. Так бывает, действительно. Так бывает. Вот это как раз, то есть, как бы, Бетховен когда-то потом оглох, а в коллективе, как член коллектива, Игорь сразу родился Робертом Молчаливым. Это очень здорово. А как же вы с ним коммуницируете? То есть, это все на уровне души, на... А, то есть, жестовый язык вы тоже в какой-то степени освоили? Конечно, конечно. Мы перемигиваемся, показываем на пальцах. Ну, видимо, он как-то тоже узнает, что вы играете, если он это не слышит. У него потрясающее музыкальное чутье. Музыкальное чутье, это здорово. То есть, он, видимо, слышит вибрацию, когда вы берете балалайку или поет. Все же слышали про третий глаз, когда люди что-то проведят. У него есть третье ухо. Третье ухо. Третье ухо. А все-таки она тут же находится, да? Нигде иначе. Скажи, где у тебя третий ухо. Фантастика. Обратите внимание, что где-то в районе затылок. То есть, когда вы его так делаете, вы его фактически тоже закрываете и тогда становитесь абсолютно глухим во всех фронтах. Ну, будем надеяться, что вы не будете обрастать, вот как я, и все будет... А, ну все, да, прошу прощения. Итак, я уже истонился и хочу услышать какие-то ваши чарующие звуки. Что первое вы сегодня нам сыграете? Объявите, пожалуйста, ваше произведение. ее автором самое главное. Насколько я понимаю, что вы много поете кавер произведений? Ну, это не кавер. Дело в том, что мы занимаемся пародией, но пародии не такой пародии, когда вот мужик цепляет на себя такой большой парик, значит, одевает платье и делает вид, что он Алла Пугачева. Вот совсем не так. То есть не так, как, допустим, мы не кривляемся, мы не ломаем себе голос, мы поем как можем, мы играем как умеем. Наша задача заставить вас улыбнуться мелодии, которую вы сами узнаете. Мы ее только исполняем, а вы слышите ее, вы вспоминаете и даже думаете, блин, как же она называется, как же она называется, она как-то называется, ее еще такой вот поет. Вот это чувство мы как раз должны пробудить своим зрителям. Ну, это очень здорово. It is a little as a song I rock, you might not want to sing as not for not, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, then you worry, make it double, don't worry, don't worry. be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, be happy. А еще, знаете, у нас есть, поскольку литературная гостиная, мы знаете еще, что делаем? Бывает перевод произведения, да, литературный бывает, бывает буквальный, бывает вольный, а мы делаем невольные переводы песен. То есть, когда не перевести, просто нельзя. А ну-ка. Сложил я песню для тебя, пропой ее от ада, я расслабься, будь весел. Печаль плохой, рецепт от бед, не смей грустить себе во вред, расслабься, будь весел. Расслабься, улыбайся, вы узнали эту песню? Фантастика. Вы знаете, я вот сейчас просто настолько нахожусь в таком состоянии, уникальном, и каком-то вообще вот просто нет слов выразить свое восхищение вашему коллективу. Я считаю, что Игорь у вас, простите, и Роберт тоже в том числе, выполняет еще роль подтанцовки шикарную. То есть, Игорь на себя, и Роберт, простите, в том числе, берут на себя такую, эти ребята работают просто за пятерых. И вы просто здорово вообще придумали, что вам, Игоря, и, простите, Роберта тоже взяли в свой коллектив, и это просто уникально. На самом деле, Игорь, он обладатель не только третьего уха, но еще и невидимых маракасов. Вот и поэтому наши композиции столь гармонично звучат, и даже слышно его ритм, который он задает. Да. Это чудо. Невидимые и неслышимые маракасы слышим только мы. А видит их только Игорь. Понимаете, мы все время пытаемся что-то с чем-то объединить, причем объединить необъединяемое в принципе. То есть, вот, например, вы знаете, да, что Диего Марадона, знаменитый футболист, он был большим поклонником Фиделя Кастро, и даже называл его своим отцом. И вот представь себе, футболист, получающий миллионы в капиталистической стране, очень уважает коммуниста, который живет как бессеребренник с Кубы. И в их честь у нас есть композиция, да, у нас прям замечательная композиция. Я думаю, что сейчас все проникнутся. вот. О, как. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как-то так Это фламенко, это испанцы И мы такие в разных совершенно костюмах Вот играем и поем именно это На самом деле под эту композицию я тоже исполняю танец Но сейчас в студийном варианте это немного не формат Поэтому я поддерживаю это душевно Но это тоже большое стоит Павел Не танцую в группе только я А с чем это связано? С балалайкой Даже сидя играть на ней неудобно Дело в том, что сидеть нога за ногу Придумали на самом деле русские музыканты Которые играли на балалайке Потому что когда ее ставишь так Она все время выезжает Вот так ее поставишь Она уезжает В общем, очень неудобно Но как только Ты закидываешь ногу вот так Ты засовываешь Засовываешь ее сюда И все Ты можешь танцевать Ты можешь играть Все что угодно Вот То есть Вот такой вот инструмент Своенравный А скажите, пожалуйста Вы освоили Я так смотрю Очень много видов техники Вообще исполнения То есть у вас сыт, бряц, небо И все Как вы к этому пришли? Неужели это вот От того вот дедушки Из деревни И он вам столько всего сразу показал Он ничего не показывал На самом деле Каждую мелодию Ее просто пытаешься подобрать По наитию Начинаешь ковырять Конечно, конечно Все по наитию Мы никогда ничего не Вы никогда не обращаетесь к слуху Только по наитию К слуху иногда Редко И нам обычно в эти моменты бывает стыдно Да, интересно Вот я смотрю Игорь особенно застыдился И у него на столе Очень много вообще Разнообразных инструментов Вот как-то Может быть Синхронный перевод нам поможет Что у Игоря на столе есть Какие это инструменты Они все яркие, необычные Павел Сергеевич Виктория Помогите Вот что он берет в руку Вот это у нас варган Так же он называется Бывает кубы Это зависит Кто его сделал Это у нас Что это Он сам это как-то прячет Птичка с дырками Народная птичка Народная птичка Которая везде есть Это у нас Козу Козу Это надо использовать В нашей сегодняшней программе Такой формат Он очень заден Можно даже поиграть Задавать Игорю Каверзные вопросы И он будет отвечать Да или нет И начинаем Начинаем праздник Вместе с группой Ну что А теперь Наш хит Что же ты глупышка Не спишь Спят твои соседи Звездные медведи Спи ты Усни Малыш Спят твои соседи Звездные медведи Спи ты Усни Малыш Настала пора Совершить чудо Для наших телезрителей Группа Звездитоп Не только Делает музыку Не только Делает праздник Но и создает Новые Музыкальные Инструменты И вот сейчас Мы вам покажем Новый Музыкальный инструмент А ну-ка Вот смотрите На нем написано Фабрика Имени Луначарского Ленинград Так Кто-то Конечно подумает Это домра Нет ребят Домры Три струны А у нас струны Две Ага Эти две струны Мы настроили И очень приблизительно Надо вам сказать Под дутар И вот Домра Дутар Как же назвать нам Наш инструмент Мандолина Что-то напоминает Мандолина Да Мы назвали его Звонкий Кельмандар Ооо Это наши разработки Вы создатели Это наша разработка Ваша разработка Вот это наше Авторское название Я думаю Вам можно Патентовать Открывать НИИ По изучению Этого народного инструмента Изучение Производству Производству И да Ульяновская область Могла бы стать Родиной Кельмандаров Это прекрасно То есть вы как бы Родоначальники Вообще Новые инструменты Жанра Вот И знаете В этом инструменте Что интересно То есть Если на балалайке Три струны И мы с вами Коллега Всегда можем взять аккорд Конечно Если мы постараемся Если мы что-то Из аккорда Уберем А что-то Давай Мы даже Септиму Можем изобразить Узнаваемую Септиму Большую Малую Вот Да И ту и другую И большую И малую Какую-нибудь Изобразим А уж там Пусть музыковеды Различают Большая Она Малая У нас Три струны Но здесь Две Здесь струны Две То есть Взять аккорд Мы здесь В принципе Не можем Угу Вы Понимаете же Коллега Что тут Интервал Да Причем Интервал Заранее Заявлен Такой Странный Поведайте Миру Как это Первая Нота Фа То есть Вот Верхняя И Ре И Как на этом Играть Казалось бы Вот Когда-то Среднеазиатские Акны Брали Тыкву Горлянку Так Прилаживали К ней Палку Натягивали Две Жилы И что Они могли Сыграть Обычно Ну Все смеются Над этим А мы Решили Не смеяться Мы Решили Замахнуться На творчество Так сказать Великого Я не побоюсь Этого слова Советского Композитора Министра Министра Культуры Латвии Раймонда Паулса Вальдемаровича Да Вот Ну Я уж Не знаю Может он Я вам Вальдемарович Раймонд Вальдемарович Паулс Да И вот А что вы взяли Из его бурного Творчества Самую известную Конечно Самую известную Песню Мы Может быть Не так Технично Это делаем Какой? Надеюсь Что вы узнаете Вот Мы сейчас Доиграем И можете Даже подпеть Нам в процессе Если вдруг Узнаем Ну давайте Попробуем Так Ну Пугачева Прорывается Здесь Однозначно И даже Скажут Ну ладно Это Расцветали Яблони И груши В общем Все То есть вы Плавно С пауса На блантера Перешли Запросто Отовсюду И всюду Отовсюду Звонкий Кельмандар Он Объединяет Вот Заметьте Европу И Азию Игорь и Роберт Ребята Расскажите Пожалуйста Вот Я уже Вас спрашивал О том Что у вас Очень много Сегодня инструментов Очень таких Необычных Все-таки Хочется Еще что-то Услышать Вот Какие-то Незабываемые Звуки Может Что-то Можно Что-то Показать Изобразить Звуки 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 Ну Как бы Хотелось бы Обратиться Да К рок Составляющей О Это Жутко Интересно. I think I can tell you, he just won it, please. He got production, he got walrus gum, but he got mojo filter, he won, coca-cola, he she won And one, and one is free, I think I can tell you, he just won it, please, come together, right now, over me. Вот как-то так, как-то так. Это заслуживает внимания, посмотрите, как радуется Игорь, просто все удалось, все получилось. Ну что ж, дорогие друзья, время, к сожалению, нашей литературной гостиной подходит к концу, оно не безгранично. Я с удовольствием послушал сегодня ваши песни, вашем исполнении, ваши жизненные истории. Но, как все замечательное, имеет, к сожалению, конец. И в конце нашей сегодняшней программы я хочу, чтобы вы поздравили ваших почитателей, слушателей, ульяновцев с Новым годом и сыграли какой-то один из своих хитов за заключение нашей программы. Дорогие зрители Управда ТВ, жители Ульяновской районов, других стран и городов, поздравляем вас с 2021 годом. Желаю вам адекватных родственников, шикарных зарплат, благодарных детей, любящих мужей и жен. И богатырского здоровья, конечно же, мы вас очень любим. Ну что ж, я, ребята, хочу вам сказать веселья вам побольше, здоровья вам побольше, счастья вам побольше, любите и будьте любимы. И специально для вас это еще не хит. Это еще премьера песни. На самом деле сейчас мы все будем только пробовать ее играть. Ее еще никто из нас не пел и не играл. Мы специально записали несколько слов из нее. Вот. И сейчас будем прям при вас делать песню. Интимный момент. Приглушите свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok